Всем привет! Это я, Александр Елизаре, десантник, ветеран Афганистана. Парни, в этом небольшом ролике, в фильме, я хочу вспомнить всем надоевшую, всех разозлившую, всех взбесившую шутку Фили Киркорова. Ну, кто такой Филипп Киркоров? Это наш артист, многие его любят, ценят. Он шоумен, доставляет хорошее настроение людям уже на протяжении многих лет. Трудится, у него своя жизнь, у него своя творческая жизнь. Это певец, актер, пытается сделать какие-то необычные шоу все время. И вот совсем недавно Филипп Киркоров создал такой ролик. В принципе, я так понял, что это не он его создал, а его попросили поучаствовать в этом ролике. Заметьте, в этом ролике Филипп несколько раз как бы извиняется, что меня заставили что-то тут про десантников говорить смешное такое, понимаете. Байки какие-то солдатские, штык-нож мне в заднее место и все такое. Но мы же сами шутили об этом всегда там, на этом, в армии, в Афгане, блин. Про штык-ножи и про всякую ерунду. Значит, что вы, парни? Не ведитесь вы на это, не надо злиться на артиста. Филипп Киркоров пожилой человек, актер. В данном клипе он сыграл роль клоуна. Сейчас я быстро аргументирую, аргументирую, почему не нужно сердиться на Филипп Киркорова за этот дурацкий, достаточно тупой, не смешной ролик. Во-первых, к ВДВ этот ролик никакого отношения не имеет, пацаны. потому что Филипп выступал перед нами, перед зрителями. Вот в таком берете. Вы замечаете разницу, да? Разницу. Это просто на нем был, на его голове, дизайнерский, красивый, яркий, головной убор. На этом уборе не было военной кокарды. Это был просто степ, юмор, чтобы напомнить про ВДВ, про какой-то юмор, я не знаю, анекдоты. Не было на этом берете кокарды военной нашей, десантурской кокарды в ВДВ не было. И никаких символов армии вообще на нем не было. Понятно, да? Вот здесь вот есть кокарда военная. Вот в этом берете шутки неуместны. Но все остальное это просто шутки. Поэтому не опускайтесь до травли актера. Это не Филипп Киркоров вас довел до такой жизни, пацаны, нас, шурави, что мы лишены практически всех льгот, получаем какие-то там гроши от государства, от буржуинского, реакционного. Это не Филипп Киркоров. Это другие люди. Доводят вас до нищеты и до безработицы, и до всего остального. что практически мы лишены курортного лечения, санаторного. Три тысячи рублей. Я сходил зуб отремонтировал в платной клинике, три тысячи рублей заплатил. Потому что в бесплатной клинике делают больно и некачественно все. И нет этих рублей. А как жить? Ветеранов Афгана и Чечни не берут на работу. Ни для кого это не секрет. считая нас неуравновешенными людьми. Как будто мы не родину защищали. А непонятно кому там служили в Афганистане и в Чечне. Непонятно чьи приказы выполняли в натуре. С ними автоматами вырубились в ржет вот Филипп Киркоров, который просто пошутил. С нами хочет парень быть. Поэтому хватит его тут нагибать. Нагибать от других, которые там сидят наверху и 3000 рублей тебе платят. Афганец в голубом берете. Так что пацаны всем здоровья. Не майтесь ерундой. Скоро день ВДВ 90 лет десантным войскам. Слава ВДВ и будьте мужиками. Не забывайте у нас юмор на высшем уровне был в десанторе. Все пацаны это все.